Надо прийти на участок 6.30. Для чего это нужно? Потому что, во-первых, надо посмотреть, готово ли повещение к выборам, как оборудованный и обустроен участок. За полчаса, за час до начала выборов председатель комиссии начинает пересчитывать бюллетени, опечатывает урны и составляет протокол об открытии участка. Вот при составлении протокола об открытии участка вы должны при этом присутствовать. В этот же момент познакомьтесь с другими наблюдателями, узнайте, от каких они организаций, от каких они партий. Посмотрите, где стоят стулья для наблюдателей и хороший ли обзор открывается с этих стульев. Далее. В присутствии вас, минимум за 30 минут до начала голосования, председатель избирательной комиссии начинает проверять стационарную урну и переносные избирательные урны. Вы должны удостовериться, что все эти урны пустые и что они целые. Председатель комиссии эти урны при вас пломбирует их и опечатывает их. Также председатель комиссии в это же время определяет, кто из членов комиссии будет выдавать бюллетени избирателям. Председатель и секретарь избирательной комиссии не имеют права выдавать бюллетени. На бюллетенях не должно быть заранее проставленных подписей, они должны быть чистые. Члены комиссии подписывают бюллетени только когда их выдают избирателям. В тот же момент председатель комиссии и комиссия подсчитывает и оглашает количество бюллетеней. Вы можете это записать, поэтому для этого возьмите с собой ручку и бумагу и составляет протокол об открытии участка. При открытии участка в протоколе указывается дата составления, номер и адрес участка, количество наблюдателей, количество доверенных лиц и представителей СМИ, которые присутствовали на открытии. Также в этом протоколе он укажет, сколько стоит урн, опечатаны они или опломбированы. Если урны опломбированы, указывается номер пломбы. Также указываются фамилии, имена, отчества членов комиссии, которые будут выдавать бюллетени и количество бюллетеней, выданных каждому члену комиссии. В этом же протоколе указывается общее число избирателей и бюллетеней. Члены избирательной комиссии подписывают этот протокол. Копию этого протокола открытия участка никому не выдают, но ваша задача проследить, составил ли председатель протокол и внесли в него корректные данные. Протоколы получают избирательные бюллетени и комиссия столько бюллетеней, сколько человек зарегистрировано на участке, плюс 1% резерва. То есть, если, к примеру, на вашем участке вам скажут, сколько человек зарегистрировано, 2000 человек, то, соответственно, общее количество бюллетеней на участке не должно быть больше, чем 2020 бюллетеней. Протоколы получают избирательные бюллетени. В 7 утра начинается голосование. Голосовать могут граждане Казахстана, которым исполнилось 18 лет. На столах членов комиссии обычно стоят таблички с названиями улиц, номерами домов или буквами в алфавитном порядке. Избиратель подходит к члену комиссии, предъявляет оригинал удостоверения личности. Член комиссии находит имя избирателя в списке. Избиратель ставит подпись напротив своей фамилии. Член комиссии, кстати, расписывается также рядом. И после этого выдает бюллетень избирателю. Избиратель берет бюллетень, идет в закрытую кабинку и уже там голосует сам. Выходит из закрытой кабинки один и ложит свой бюллетень в урну. То есть в кабинке с избирателем никого не должно быть. Он должен быть там только сам и один. Если избиратель приходит без удостоверения личности, избиратель не может прийти с фотографии удостоверения личности. Только оригинал удостоверения личности. Одному избирателю могут выдать только один бюллетень, не больше. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны за такими вещами. Какие нарушения в этот момент могут быть, которые вы можете зафиксировать? Председатель не опечатал урну. Это нарушение. Председатель не пересчитал бюллетени и не огласил их количество. И количество зарегистрированных избирателей. Это тоже нарушение. На бюллетенях заранее проставлены подписи или отметки. Это тоже нарушение. Если председатель не назначит членов комиссии, ответственных за выдачу бюллетеней, не составит протокол об открытии участка, это тоже нарушение. Что вы должны в этом случае сделать? В этом случае вы обращаете внимание председателя комиссии на нарушения и просите их исправить. Максимально вежливо ведем себя. На избирательном участке максимально вежливо. Ни с кем не ругаемся, ни с кем не спорим. Просто вежливо подходим и говорим, вы должны были опечатать урну, но почему-то вы не опечатали. Пожалуйста, сделайте это. Если он друг, председатель комиссии, этого не делает, то тогда у вас должны быть бумаги, где вы составляете акт о нарушении, фотографируете этот акт, отправляете в чат. Каждый у своего района есть свой чат. На Урзбайский район отправляйте, пожалуйста, ко мне в чат. Далее мы будем вас координировать, что вам нужно делать. Хорошо? Теперь, что нужно с собой взять? Что вы вообще можете делать? Первое, вы, значит, можете делать свои замечания, составлять акты о нарушениях. Можете фотографировать, но при этом лучше спросить разрешение у председателей комиссии, можете ли вы сфотографировать что-то, чтобы потом вас не обвинили в том, что вы нарушили законодательство. Подсчитывать вы можете явку избирателей, то есть вы на своем листочке, вы берете с собой бумагу обязательно и ручки, вы записываете, сколько людей пришло, сколько проголосовало. Вы не имеете права трогать урну, вообще не трогаем урну. Не разговаривайте с избирателями, с теми, кто приходит голосовать, не разговаривайте, вы не имеете на это права. Вы не имеете права заходить в кабинки для голосования, не заходить в эти кабинки, только если вы на своем участке и пришли проголосовать, то, естественно, для того, чтобы проголосовать, один раз можете зайти. А так просто заходить в кабинет для голосования, вы не имеете права, особенно когда в них находятся избиратели. И вы не имеете права трогать списки избирателей. Ведите себя, пожалуйста, очень вежливо, очень этично. Сохраняйте непредвзятость. Не надо выражать предпочтение какой-то партии, не надо агитировать за какую-то партию, это уже будет нарушение. Хорошо? Хорошо. Я сделала небольшую памятку для наблюдателей. Итак, с 6.00 до 6.30 мы подходим на свой избирательный участок и проверяем, что все в порядке, что стулья стоят так, как вам удобно, чтобы вы с них видели весь избирательный участок, чтобы был обзор.